МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Телеканал КОНОМИР продолжает свою работу. Как всегда, по учителям наш обратный отчёт. И сегодня он будет целиком и полностью посвящён предстоящим событиям, которые пройдут на дорожке Краснодарского ипподрома 19 и 20 октября, осенний кубок конзаводчиков. Ну и сегодня вместе с Анастасией Киреевой, моим коллегой, и также другими экспертами и непосредственно действующими лицами, конечно же, будем обсуждать предстоящие события. Ну и, конечно же, как вы знаете из истории, в середине 80-х, 20-го столетия в Северной Америке появилось такое предприятие под давлением видных конозаводчиков и коневладельцев, как Бридерс Кап. Ну и впоследствии оно стало настолько популярным, что разделилось аж на два дня. Ну и мы знаем, что в Европе и в Японии также эти скачки популярны, во всяком случае, лошади, видные, соответственно, за честь почитают выступить в эти дни в Соединённых Штатах Америки. Ну и этот формат впоследствии, как мы знаем, вполне успешно адаптировался на дорожках российских ипподромов. И, в частности, традиционно на дорожке Краснодарского ипподрома проходит осенний Кубок конозаводчиков с 2013 года. Настя, ну вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько, почему, да, этот формат популярен и в чём его уникальность, на твой взгляд? Здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые телезрители. Уникальность состоит в первую очередь в том, что это последний шанс, по сути, для всех лучших лошадей страны встретиться и выяснить, кто же по итогу сильнее. Сезон был достаточно длинный для всех, для кого-то длиннее, для кого-то короче. Он был тяжёлый, потому что, как мы уже в этом году отмечали, у нас всё больше появляется больших митингов, где как раз у лучших лошадей страны появляется возможность постоянно противостоять друг другу. Эти противостояния мы наблюдали в этом сезоне часто, и многие лошади должны были устать уже у конозаводчиков. И вот кто же сохранил силы на финальный бросок, как раз мы увидим с вами уже в эти выходные. Мы сейчас подключаем к нашему диалогу нашего постоянного же эксперта Евгения Капушева. Женя, ну ты буквально с самых первых дней российского бридерска пассивного кубка конозаводчиков наблюдаешь за развитием этого формата. Что ты видишь сейчас? Ну и также я тебе переадресую этот вопрос. В чём уникальность и популярность, на твой взгляд, этого формата, в том числе у нас в стране? Дело в том, что ещё с советских времён у нас, как правило, лошади испытывались только на тех ипподромах, на которых они базировались. То есть такой практики распространённой гастроли, чтобы лошадь в течение сезона ездила туда-сюда, обратно, не было. Единичные случаи были, чтобы кто-то куда-то выезжал на гастроли. Поэтому ипподромы в советские времена были закрытыми системами, фактически. А по итогам сезона проводился митинг, чтобы собрать вместе, задача которого заключалась в том, чтобы собрать вместе всех лучших и выяснить уже в очном противостоянии, кто сильнее. Но в советские времена это был митинг соц. стран. Это был не только митинг Советского Союза, но и там собиралась сборная со всех ипподромов, лучших лошадей, но в основном, конечно, с первых ипподромов. Ехали в одну из стран соцлагеря, и это были грандиозные скачки. Это был такой восточноевропейский бритерскап. Впоследствии разные форматы пробовались. Но такой митинг нужен, чтобы еще раз собрать всех вместе и в мощном противостоянии выяснить, кто сильнее. Из дербисов, из аксистов и так далее. На какой-то период времени эстафету перехватил Ростов, Кубок ЮФО. Там были сильнейшие скачки, сильнейшие лошади. Но вот где-то с 2014 года, то есть с 2013 года, насколько я помню, даже с 2014 года как раз осенний Кубок Конозаводчиков занял эту нишу, и с тех пор мы все с нетерпением ждем этих скачек. И, как вы заметили, коллеги, когда речь заходит о голосовании за лучшую лошадь в той или иной номинации, как правило, эти скачки оказываются, их результаты оказываются решающими. Ну что ж, как оно будет в этом году, мы, конечно же, узнаем и в очень даже обозримой перспективе. Еще раз напоминаем, 19 и 20 числа состоятся скачки на дорожке Краснодарского ипподрома. Ну и первый день супердерби. Соответственно, так озаглавлен этот день по главной, видимо, скачке. Ну и первый день будет 11 призов разыграно, ну и во второй день еще 8. Давайте мы вот сконцентрируем наше внимание на первом дне. Ну и в частности, вот мы вместе с вами уже наблюдаем за составом участников приза Михаила Лазарева, супердерби, так называемая, скачка первой группы, разумеется, дистанции 2400, 2 миллиона рублей в этом году эта скачка стоит, Турахан, Хеджхог, Индефок, Роялтон, Локи, Фантастик Бой, Хатажукая, Рэдхэт, Майкоп, Феноменал Барс, Тимуджин, и Тацит, и Хорезм Харачой. Вот таким образом у нас выглядит состав участников предстоящего события. Наверное, нам в какой-то степени здесь не хватает и Тедди Хасса, который выиграл приз Раиса Республики Татарстан, великолепный трехлетка. Не хватает, конечно, и других лошадей, которые отправились, в том числе, в Дубае, Перфикт Боя в частности, ну и ТЭП-лидера, наверное, всероссийского дербиста. Ну, об этом мы сейчас еще поговорим, а я предлагаю сейчас непосредственно переходить к тем участникам, которые будут принимать в этом призе из стартовых боксов, ну и в частности, Локи от мистера Локи и Леди Голливуд. Локи, который, ну, соответственно, является, как мы помним, ростовским дербистом. Впоследствии не столь успешно он съездил в Нальчик. Ну, и эту историю мы уже неоднократно приподнимали в нашей программе. Дело в том, что все дети Леди Голливуд имеют своеобразные, да, чувствительные подошвы. Ну, и, конечно же, мы помним, как, ну, какие осадки выпали в тот день в Нальчике, и, соответственно, лошади, и в частности, Локи, чувствовал себя дискомфортно вместе с Лигардом на той дорожке. У нас сейчас Андрей Олейников, тренер, на связи находится. Андрей, привет, как нас слышно? Здравствуйте, студия, слышно хорошо. Скажи, пожалуйста, да, ну вот, опять же, все эти события мы прекрасно помним. Большой всероссийский приз-дерби пятым пересек финишный столб Локи. Соответственно, как с того дня, с 6 сентября, вот, до сей поры Локи не скакал, как он, быть может, поменялся, находится ли он в той форме, которая бы предполагала его победу? Если брать, ну, он уже находится не в той форме, которая была на всероссийской береге, уже шерстью оброс, уже такая форма осенняя, ну, если визуально брать. Но по работе, по резным работам, делал хорошую работу, сделал, чувствовал себя хорошо, такой бодрый, живой, но внешний вид уже такой, более осенний, не показывает того, что он находится на пике. Где-то процент на 90, мне кажется, его готовность под его возможности сейчас. Ну, вот, обращаясь к статистике, мы вспоминаем, как в прошлом году Локи выиграл приз «Надежды России», тоже в один из дней осеннего кубка конозаводчиков, ну, и обыграл тогда очень сильную компанию, в частности, Тацит остался вторым, инструктор четвертым, экстра-класс и так далее. Вот, соответственно, мы видим, что дорожка Краснодарского ипподрома Локи подходит, и возможно, что это обстоятельство, ну, и плюс еще все-таки, я так полагаю, что резвый голубь он, ты ему давал. Вот, вот, совокупность факторов, как ты видишь его шансы в предстоящем супердерби? Я надеюсь, что мы с ним поборемся за победу в супердерби. Я думаю, этого порядка, в котором сейчас он есть, ему будет достаточно побороться за первое место. Угу. Ну, и, конечно же, скажи, пожалуйста, вот о лошади, ты еще находишься в Донском или уже отправились в Краснодар? Нет, сегодня утром выехали в Краснодар, уже на Краснодарском ипподроме. Сегодня, завтра отдыхают, шагают и в бой. Ага. Ну, и, соответственно, еще полубрат Локи, олигарх, о котором мы еще сегодня будем говорить в нашей программе, когда будем освещать лошади, которые будут принимать приз в жаке клуба. Ну, поскольку ты сейчас с нами на прямой связи, скажи, пожалуйста, как олигарх себя чувствует, как он работался, ну, собственно, как ты его видишь в предстоящем жакей-клубе, где, может быть, не такой многочисленный состав участников, но очень сильный. Ну, да, состав звездный, очень сильные лошади там в этой скальчке. Подготовка прошла здорово, и, как бы, даже идеально. Он находится в великолепной форме. Он по резным работам, по безработам дома просто земли не касался. Поэтому у него все хорошо. Если никаких прицедетов не будет, я думаю, тот лигард, который был, все знали, его он вернется. Скажи, пожалуйста, ну вот если сравнивать, хотя это довольно субъективно, я понимаю, но, тем не менее, интересно было бы задать этот вопрос. Если сравнивать физический порядок, например, Локи и лигарда, кто тебе больше нравится вот на текущий момент? Ну, конечно, лигард находится в более лучшей форме, чем Локи. В нем ездит Стас Николкин верхом. Ну, я с ним разговариваю. Он говорит то, что в данный момент, говорит, по ощущению, ему кажется, работа порядок лучше дальше, чем на пристин-пироне. Андрей, приветствую. Хочу задать такой вопрос. Вы в своих интервью говорили, что Локи более нежная лошадь. И хочется, конечно же, задать вопрос, сравнить его со старшим братом, с лигардом. В этом аспекте они сильно отличаются? Потому что мы видим, у Локи будет только четвертый старт в этом году. То есть, в целом, его, как трехлетнего жеребца, в данном случае сложно назвать перетруженным в этом сезоне. Да, конечно, у лигарда работоспособность намного выше, чем у Локи. И он более такой неприхотливый. А с Локи опять, вот мы приехали с Нальчика. Прошло два дня буквально. Приходим, у него шерсть дыба, ноги все четыре отекшие. Опять что-то, видно, попалось в корме. Хотя всегда следим, чтобы у него солома хорошая была, тена самая хорошая, там овес отборный. За этим следим, он опять отравился чем-то. И неделю был просто сам не свой. Ну, мы его восстановили, там прокапывали, интоксикацию все вывели с организма. Но уже ж это не то, уже организм пострадал. Вот каждый раз, ни разу в этом году не было возможности идеально подготовить его, сказать, постоянно что-то с ним случается, постоянно какие-то инциденты. Спасибо большое, Андрей. Ну, в любом случае, Локи здоровья, в первую очередь. Ну, и, конечно же, ожидаем яркого конкурентного выступления от вашего треноделения. Андрей. Ну, и всех благ, хороших скачек. Ну, что же, а мы вместе с вами передвигаемся сейчас, продвигаемся по составу участников предстоящего события. Ну, и, в частности, давайте обратимся к Редхеду. Жеребец, который очень ярко, в первую очередь, выступил в Нальчихском дерби, как мы помним, и одержал очень яркую, быть может, да, в какой-то степени неожиданную победу, если учитывать, да, предыдущего выступления на Грозенском дерби, где он оступился, и, быть может, не проявил всех своих лучших качеств. Ну, вот, действительно, еще раз вспоминаю эту скачку, которая вставилась в Нальчике, Редхед по-прежнему является одним из тех, кто может показать свой высокий класс в компании сильнейших лошадей трехлеток нашей страны. Ну, вот, в призе в честь главы Чеченской республики, героя России, Рамзана Ахматовича Кадырова, Редхед был снят по причине температуры, но здесь мы в записке в супердерби Редхеда видим, и это хорошо. Вот как раз сейчас обращаем внимание, уважаемые друзья, вот сейчас попросил Хамзат, и как ускоряется Редхед, и обыгрывает очень и очень сильную компанию, в частности, ТДХ остается вторым, и Дэзи Сан подскакивает третий. Ну, и у нас сейчас на прямой связи Иса Бабуев. Иса, добрый день, как нас слышно? Слышно, хорошо. Иса, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас мы озвучили, да, то, что вот он предыдущую скачку свою пропускал, приняли вы решение ввиду небольшой температуры снять его, ну, и какой в первую очередь в форме, да, сейчас находится Редхед, потому что класс его выявлен, мы эту скачку только что посмотрели, ну, и вообще в течение всего сезона он показывал незаурядные результаты. Что вы видите в нем сейчас? Насколько он может, так скажем, при своих текущих физических показателях и ментальных составить конкуренцию остальной компании? Я не думаю, что он в самом-самом таком пике состояния, потому что уже осень уже может быть из-за этого, то, что он долго-долго лошади не могут, некоторые выдержат вот этот тренинг, наверное. Ну, так в среднем, в таком порядке он проедает все, работал нормально, голубый тоже нормально прошел. Ну, до этого, перед той скачкой, перед нашими местными скачками, он затемпературил и стал плохо есть, и я не стал рисковать и оставил его. Думаю, если оставлю, может быть, и тут раскакать в Краснодаре вот так. А как вы думаете, а, кстати говоря, уже лошади преодолели вот это расстояние, да, Чеченской Республики до Краснодара, либо сейчас еще в пути? Да, вчера вечером они выехали, утром уже 5 часов они были в Краснодарском подроме. Все, сейчас нормально отдыхают, стоят уже. Ну, я так полагаю, что скоро Рэдхэд познакомится, наконец, с дорожкой Краснодарского ипподрома, поскольку для него это знакомство, так скажем, будет дебютное. И впервые он почувствует дорожку Краснодарского ипподрома. Как вы считаете, мы вот помним его Рэдхэда, да, он в облегченном таком стиле, этот жеребчик. Как вы думаете, как ему, соответственно, эта дорожка придется, Краснодарская? Ну, я не могу, конечно, сказать, но у него легкая дорожка, ему нравится и тяжелая. Я такого ничего не заметил, что он так и по одному бежит, по другому нет. Но все равно много вопросов к нему. Один раз он спотыкнулся, второй раз в нальчике, опять тоже не пошел он после этого проигрыша. У меня уже сомнения к нему начали возникать. Ну, в любом случае, надо попробовать, думаю. Посмотрю еще раз, еще раз. Может, повезет нам. Иса, здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. Вот в течение сезона коллеги мои чаще видели Рэдхэда вживую на скачках. И приезжая обратно, они говорили, что он такой некрупный по себе жеребец, как Сергей уже упомянул, облегченный. Я впервые увидела Рэдхэда на всероссийском дерби, и мне он не показался какой-то некрупной лошадью. Расскажите, сейчас, может быть, за то время, пока прошло сентября, сколько, полтора месяца, может быть, он физически как-то изменился? Не знаю, может быть, рост набрал или мышцу набрал? Или эта лошадь пока остается в одной паре? Нет, он, по-моему, не изменился. Он в одном паре. Сейчас такой же, как перед деребями, перед большим летним. По-моему, он не изменился. Весна, мы измеряли его, он 63 был, по-моему, вот так. 63 и 64 вот так. Волки. Ну что же, да. Еще, конечно же, будет интересно узнать нашим телезрителям, но и нам в том числе, как себя чувствует Асна, Аксистка, Грозненская. Что вы видите в ней сейчас? Мы помним, что после Окса она успешно еще выиграла на той же дорожке приз Арагвы. Ну и здесь, как мне кажется, вот состав, мы еще к Оксу перейдем в нашей сегодняшней программе. Но вот состав участниц, как мне кажется, посильнее в Оксе, чем в Супердерби, поскольку, так скажем, всероссийского Окса в нынешнем сезоне у нас не было. И вот такое ощущение, что вот Крем де ля Крем, Кобылы, как раз мы увидим на дорожке Краснодарского ипподрома. Ну и вот, собственно, Асна. Хотелось бы узнать про нее побольше. Ну, она первый раз уже выехала из дома. По-моему, ни разу она на выезде не скакала. Но в любом случае, она Аксистка. Надо ее пробовать. По легкой дорожке она не скакала. По нашей тяжелой дорожке она справляется нормально, дистанцию держит. Я чуть-чуть боюсь, что резвости там не хватит у нее. А так чувствую себя очень хорошо, голопа прошла нормально, хорошо. Да, мы помним, что она такая кобыла ровная, которая, в принципе, может поддерживать пейс. Ну и дистанция 2.400 действительно для нее. Ну и теперь здесь вопрос лишь только в том, как ей придется эта дорожка краснодарская, то, о чем вы говорили. Ну, я так полагаю, что вы первые уже, первые ощущения, да, первую информацию от проезда получите в самое ближайшее время. Ну и, да, Иса, скажите, пожалуйста, вы уже, да, сегодня будете непосредственно в Краснодаре, как мы понимаем. Ну и действительно, что предполагается, да, то есть никаких особых работ, наверное, не будет для участников предстоящих событий из вашего тренотделения. Как вы будете подводить непосредственно к самим скачкам? Ну, сегодня уже, конечно, они уже утром доехали, но сегодня строгать не будем, пошагаем вечером, шаговка, я как раз на шаговку, наверное, успею доехать, я в дороге сейчас. Ну, на завтра, завтра тоже, думаю, познакомлю с кругом, потому что редхеды, ну, все втроем они первый раз на этом кругу, и в любом случае надо ознакомиться с кругом. Скорее, думаю, пройдут, там легкую работу сделаю и все, чтобы хотя бы ознакомились с кругом. Ну что же, спасибо большое, успехов вам, ИСА, во всех ваших начинаниях, ну и будем надеяться, что дебютанты Краснодарского ипподрома, чей класс, как мы уже повторяем, выявлен на, в том числе, Грозненском ипподроме и в Нальчике, чтобы они себя почувствовали максимально комфортно и составили, разумеется, достойную конкуренцию лучшим из лучших. Ну, а мы переходим к другому представителю записки, который будет принимать в Супердерби, это Хатажукай, сын Винароса. Хатажукай, который, к сожалению, как мы помним, да, из той информации, которая поступала, в общем, был укушен клещом, и после приза Анилина, который он выиграл на дорожке республиканского ипподрома Адыгейского, он на следующий раз вышел только, лишь в октябре, 5 октября выиграл он на закрытие скакового сезона на той же дорожке Адыгейской. Ну и, конечно же, это обстоятельство, в общем, наставляет, ну, в некоторой степени с осторожностью подходить к рассмотрению в качестве фаворита, одного из фаворитов предстоящей скачки, но, тем не менее, все-таки конь, как мы видим, не бесталанный. Как ты считаешь, Настя? Ну, наверное, если команда решила выступить с ним в столь сложной скачке, потому что в этом сезоне таких компаний эта лошадь не видела. Да, он победитель двух групповых призов на ипподроме в Адыгее, но компании, которые там ему пришлись в стартовых боксах, несопоставимы с теми, которую сейчас ему предстоит встретить. Поэтому это решение очень смелое, учитывая то, что вы сейчас упомянули пероплазмоз, это, не знаю, это практически невыполнимая задача для лошади. Но я не представляю, какой у него должен быть талант, чтобы выиграть эту скачку в эту субботу. Еще один очень яркий представитель, вице-дербис, Hedgehog in the Fog, будет принимать в этой скачке. Мне бы хотелось Евгения Капушева подключить к нашему диалогу, наконец. Ну и, Жень, опять же, твое видение, как выступит Hedgehog in the Fog в этой скачке, ввиду того, что мы помним, как в течение сезона его динамика вызывала только лишь уважение. Он проделал огромный путь, фактически с уровня Мейден до большого всероссийского приза дерби, где выступил более чем достойно, выступил великолепно. И, учитывая динамику отделения в принципе, а в Hedgehog in the Fog его результаты в эту конву вписываются в полной мере, я считаю его фаворитом этой скачки, фаворитом номер один. Ну что же, очень интересно видение предстоящего события. Ну вот, я слышал на просторах, опять же, информационных, да, относительно того, как будет продолжать дальше сезон тренаделения, в частности, Лилии Резниковой в Рублевске и, соответственно, лошадей Владимира Казакова. И была такая мысль, во всяком случае, она циркулировала, что Hedgehog in the Fog и некоторые другие лошади, возможно, даже отправятся в Дубай. Ну, ты что-то про это слышал? Да, я слышал об этом, такая работа ведется. Другой вопрос, с тех пор, как мы последний раз на эту тему общались с тренером Hedgehog in the Fog, какое в итоге было принято решение, я не знаю. Но в любом случае, если они поедут, то, конечно, им придется догонять, потому что мы понимаем, что в Дубай надо приехать сильно заранее. Поэтому не знаю, насколько это хорошая идея сейчас уже. Но касательно этой скачки, повторюсь, для меня он в этой компании сейчас фаворит номер один. Спасибо за это мнение. Ну, еще один очень интересный жеребец, тоже сын Винароса, собственно, как их это жукай, Тимуджин. Тимуджин, который, на мой взгляд, тоже очень ярко выступает в нынешнем сезоне, был вторым в Пятигорском дерби за Тацитом, ну и впоследствии, как мы помним, выигравший, опять же, на дорожке Пятигорского ипподрома кубок чемпионов. Ну, у нас есть эксклюзивная возможность послушать сейчас мнение Тимура, Манкиева тренера, Тимуджина, ну и, соответственно, впоследствии оттолкнемся от него и попробуем прикинуть его шансы на предстоящую скачку. Перед погрузкой, вот последнюю работу, когда сделали, он очень хорошую работу сделал и себя чувствовал потом хорошо, так веселый, в духу был. Первый раз вышел он по этому кругу такой, я думаю, завтра он уже будет намного лучше чувствовать себя по этому кругу. Но круг у вас здесь намного лучше, в Краснодаре, и нам понравился, я думаю, он в хорошем порядке будет. После дерби мы проехали на нем Кубок чемпиона, Кубок чемпиона, он ехал так самовольно. Я даже мужику говорю, это очень тихая скачка была, а почему вот так поехали? Мужик говорю, если они не едут, что я буду так ехать? Ну, я комфортно себя чувствовал, и все. Я только по финишной прямой его добавил, особо его вообще не трогал. Ну, как надо было хороший голубь сделать, мы там на месте сделали, и после той голубы он себя хорошо чувствовал. Мы здесь будем размашку делать, но не такую, чтобы там секунды, чтобы бегать, а так, чтобы он продышался, так сделаем, а ну, особо плясать здесь не будем. Десятый бокс у него здесь, ну, что поделаешь, это скачки, никто не может сказать, эта жеребевка идет и выбирает. Это мы должны признавать и принимать, что нам дано, получать и смириться. Ну что же, вот такое у нас выглядит первая тройка, согласно ли ты с ней? Со вторым и третьим местом нам вряд ли согласна, но за Hedgehog and the Fog буду болеть абсолютно так же, как Евгений. Ну, действительно, нам ясность уже в конечном счете внесет только сама скачка, сам розыгрыш Super Derby. Ну, а я предлагаю сейчас переключиться на другую скачку, не менее интересную, тем более, что мы уже коснулись ее состава участниц. И это у нас сады Придония Super Ox, которая стоит в этом году 2 миллиона рублей. Опять же, дистанция 2400. И давайте познакомимся с составом участниц. Ну и далее у нас в резерве Miss Honor, Сабрина Барсиона, Кэт и Мэджик Валентайн. Вот такой очень плотный состав участниц. Но еще раз повторяю, не было возможности в этом году собрать всех аксисток всероссийских. Ну, вот такая возможность получили тренеры и, соответственно, их питомицы осенью. Ну и давайте начнем с одной из самых ярких кобылок всего нашего сезона. Good Melody, дочь Good Magic, которая действительно очень ярко выступает на дорожке Краснодарского ипподрома. Вот мы вместе с вами ее наблюдаем. Настя, ну скажи, пожалуйста, как ты считаешь, все-таки 2400 – это ее дистанция Good Melody? Насколько она комфортно себя будет чувствовать? Вот вспоминая, опять же, большой приз для кобылок, который состоялся здесь на местной дорожке, тогда она Smart Angel уступила. Либо все-таки, ты думаешь, что и в этой компании вообще ее должно хватить на 2400, и такой, скажем, матч-реванш со Smart Angel может состояться? Хватит и не хватит на 2400 – вопрос очень сложный, потому что Краснодарский Окс, который прошел в этом году, это одна из самых лично для меня вообще непонятных скачек. Ехали ее настолько тихим пейсом и так сдерживали кобыл участники, что результат мог быть каким угодно. Хорошо, что победитель той скачки Smart Angel потом подтвердила свой класс и еще одну победу одержала, потому что иначе это вообще какая-то кутерьма абсолютная была. Что можно сказать о Гуд Мелоди? Силу этой лошади доказала скачка, которую мы сейчас и смотрим. Приз летней ночи. Там она обыграла старшую лошадь конюшни Running Angel, там она показала, что у нее есть резвость, сила и характер. Все остальное, возможно, дело техники. Да, будет сложно стартовать на 2400 еще раз, потому что, ну, как вы, Сергей, уже упомянули, мол, не было всероссийского Окса, да может быть оно и к лучшему. Чем меньше кобылу трепет, тем больше сил она может сохранить на главную скачку сезона. Поэтому, я думаю, у команды может получиться выиграть этот приз. Ну, я предлагаю сейчас ознакомиться с мнением Олега Шаповалова, тренера Кобылки, Гуд Мелоди. Ну, и уже мы получим более такое четкое представление о текущем состоянии Гуд Мелоди. Гуд Мелоди себя чувствует замечательно. Она все работы сделала свои и длинные, и короткие, и здорово. Меня это радует. В принципе, кобыла готова. Ну, спрогрессировала, стала резвостя резвее показывать. По характеру все то же самое у нее осталось. Такая же самая флегматичная, спокойная кобылка. Ну, единственное, что улучшилось в скоростях своих. После крайней скачки она отошла довольно-таки хорошо. В принципе, мы ей дали это отдохнуть нормально. То есть она у нас неделю просто шагалась, отдыхала, послась. Потом потихонечку начали втягивать в работу. И вот ее подвели к этой скачке. Уже в ее порядок привели. То есть посмотрим уже. Она сейчас более такая стала энергичная. Такая в денеку показывает. Что она прыгает, готова. То есть хочет бегать. То есть как бы в хорошем настроении, в боевом таком. Гуд Мелоди. Она на ней как хочешь, можешь ехать и впереди, можешь ехать и посидеть на ней. То есть она более как бросковая. Очень интересное содержательное интервью. Ну и вот Smart Angel, вспоминая ее победу в Оксе Краснодарском. Впоследствии, конечно же, наверное, как время показало, задним умом-то как раз все сильны. Но, тем не менее, мы поняли, что в дерби, конечно же, Smart Angel ехать не стоило. Но, тем не менее, свой класс она впоследствии подтвердила великолепные победы в призе памяти Анатолия Пахайла, где она обыграла очень сильную компанию. Включая ту же Тавриду, Magic Valentine и Gun Free и многих других классных кобыл. Ну вот, хотелось бы адресовать сейчас вопрос Евгению Капшеву. Жень, ожидаешь ли ты действительно очередного противостояния между Smart Angel и Good Melody? Это будет, наверное, одна из интриг предстоящего розыгрыша Супер Окса. Да не только. У нас здесь пять аксисток. Поэтому настоящий легитимный Супер Окс. Мы говорили в прошлом году, что у нас на Супер Окс ни одной аксистки не шло. А тут сразу пять. Поэтому интриг здесь очень много. Но все равно я Smart Angel в этой компании считаю фаворитом. Насколько я знаю, она находится в хорошей форме. И напоминаю, что в этом году у Smart Angel Кобылов ни разу не проигрывал. Она проигрывала только жеребцам. И ты как правильно справедливо отметил, Сергей, дерби большой краснодарский приз. Мы можем смело вынести за скобки, потому что она была не в порядке. И дорожка в тот день была ей совершенно неподходящей. Как впрочем, многим и другим. Но в любом случае у нее есть все необходимые составляющие для того, чтобы эту скачку выиграть. Она спокойная, на ней можно посидеть. У нее прекрасный бросок. И как раз таки дистанция 2.400 – это ее стихия. Поэтому я считаю ее фаворитом номер один. А что касается Good Melody, ну тот же самый Раскланд. Good Melody наилучшим образом чувствует себя на дистанциях 1600-1800-2. 2.400 уже немножко за пределы ее дистанционных предпочтений. Поэтому оговариваемся, как всегда, в таких ситуациях, что на дворе октябрь месяц уже холодно. И на кобылах смена погодных условий чаще всего сказывается сильнее, чем на жеребцах. Поэтому нужно будет, безусловно, делать поправку на текущий порядок. Но это мы уже в парке увидим. На бумаге Smart Angel фаворит номер один. И вообще для меня ведущая трехлетняя кобыла России в 2024 году. Ну, по крайней мере, на данную минуту. А там посмотрим. Ну, действительно, у нас недостаточное количество. Пять именно оксисток. И в частности, Нальчихская оксистка и Пятигорская оксистка будут соперничать с Краснодарской оксисткой. И в частности, то, о ком мы говорим, Дейзи Сан и Таврида. Дейзи Сан, мы помним, очень здорово проехала тоже с жеребцами. И была третья, в той скачке, которую мы уже видели, я имею в виду Дерби, Нальчихская. И единственное, вот минус, который я смотрю сейчас на эту кобылу, это ее достаточно плотный график в нынешнем сезоне. Это седьмая скачка для нее будет. Что ты видишь в этой кобыле, Настя? Да, мне кажется, это важно отметить, что лошадь выступает в этом сезоне постоянно. У нее нет времени на передышку. Бывает, и два раза в месяц у нее были старты в этом году. В июле месяце, например, с разницей в 20 дней. Она всего лишь выступала сначала в Нальчикском оксе, а потом и в Дерби. В обеих скачках показала феноменальный результат. Выиграла и заняла третье место. Ну, найдите еще одну такую кобылу, которая вам за сезон привезет такой результат в главных призах для трехлетних лошадей. Меня вот тоже волнует только то, что у нее количество стартов большое. Ну и, соответственно, текущий порядок. Да. Будем надеяться, что все в порядке с Дейзи Сан, так же, как и с Тавридой. Таврида, мы вспоминаем, она в призе города Москвы, соответственно, в малом дерби. Уступила только лишь Матрикс Кот, опять же, скачка с участием жеребцов. Ну и надо просто вот то, чтобы тоже поаплодировать этой кобыле, дочери Тона Листа. У нее тоже достаточно плотный сезон. Ну и мы, опять же, обращаем внимание, что после того, как она выступила в Пятигорском оксе и выиграла, вот эти вот кадры мы видели, впоследствии было три скачки, приз Кабардино-Балкарской республики, где она третья осталась, вспоминая приз памяти Анатолия Пахайла, там четвертый, приз города Москвы за Матрикс Кот второй. То есть тоже, ну, с довольно сильными соперниками проехалась Таврида, и я думаю, что статистам она тоже не будет. Особенный интерес к предстоящему Супер Оксу представляют у нас гастролеры, и в частности Берил Рейс, Берил Рейсер, дочь Уэст Коста, которая, как мы знаем, выиграла приз президента республики Казахстан. Ну вот, и интересная такая гастролерша будет также оказывать сопротивление нашим аксисткам. Давайте послушаем сейчас мнение человека, представляющего команду Берил Рейсер, и впоследствии попробуем сформулировать ее основные козыри в контексте предстоящего противостояния. Ну, как кобыла перенесла дорогу? Все-таки 5000 километров. Конечно, немножко перепало, но сейчас восстанавливается, приходит потихонечку в порядок. Адам, шей вышел, сядет, немножко размахнем ее, потом будем смотреть. Да, подходит идеально, подходит этой дорожкой, на себя комфортно на ней чувствует, на этой дорожке. Спокойная кобыла, работает хорошо. Можно сказать, сейчас приходит в себя. Конечно, перепало немножко в дороге. Все-таки 5000 километров ехать это далеко. Последние три старта победила, выиграла, в том числе президента выиграла. Так что, какие-то надежды на нее есть все равно. Она ходовая, как было, по моему мнению. Вообще, у нее тренер мой сын, Ахмолдин Эдуард. Но он сейчас лошадей отправляет в Дубай. Он сейчас на Москву везет лошадей. Так что он подъедет через день-два. Ну что же, да, вот такой экскурс, действительно, в нюансы подготовки Barrel Racer. Ну, вот хотелось бы у Жени Капушеву спросить. Жен, действительно, 5000 километров это, наверное, ключевое понятие, ключевое словосочетание, которое, в общем, на шансах Barrel Racer, ну, не ставит крест, но в большой степени может повлиять. Без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Мы понимаем, ну, раз в Москву полторы тысячи километров с юга приехать. И то лошади, по факту, оказываются в неравных условиях. В данной ситуации решение может быть только одно, чтобы нивелировать этот момент. Это приехать сильно за годы. Сильно за годы. Ну, как показывает практика, у тренера и остальное тренотделение есть. Ну, тогда лошадей бросить надо там. Плюс в Казахстане свои крупные скачки. И приз президента был там совсем недавно. Поэтому, к сожалению, с данной проблемой сталкиваются все. И 5000 километров это фактор очень серьезный. Хотя мы сталкивались с ситуациями, когда еще лет 10 назад казахстанские коллеги привозили в Москву на приз президента своих лошадей. Премен, прессонелла. Тогда им это не мешало побеждать. Поэтому все будет зависеть в данном случае от конкретной лошади. Как хорошо она готова. И как легко она может преодолеть последствия такой длительной транспортировки. Да, спасибо за этот ответ. Ну, действительно, сейчас мы ознакомимся с претендентами. И пока мы на них смотрим. Настя, ну, скажи, пожалуйста, вот по твоим наблюдениям. Мы, опять же, видим, как в Дубае лошади прилетают за многие тысячи километров. Ну, и, соответственно, чуть ли не через, там, на следующий день, через два дня принимают старт с лучшими лошадьми мира. И как-то им это не мешает. А вот у нас как-то расстояние преодолевается, в том числе гастролерами, тяжело. В чем разница? В профессионализме осуществления перевозки. Все. Там есть профессионалы, там целые команды над этим работают. Люди всю жизнь перевозят лошадей. Они знают, что нужно сделать. Они могут давать рекомендации тренерам, в том числе. И тренеры знают, как возить лошадей. И у них по всему миру они летают. Ну, и ключевое, возможно, конечно, летают. Я не знаю, на коневозе привезли кобылу. На коневозе, конечно. Ну, вот в этом и отличие. Вот начнем с этого, да. Ну, в любом случае, кобылке удачи. Конечно же, дерзким мы поем славу. Будем надеяться, что действительно она украсит предстоящие события сады Придоне Суперокс. Ну, а мы еще в этой части программы обсудим Кубок Жокей-клуба. И давайте познакомимся с составом участников предстоящего события, которое также завораживает. Скачка на 2 400. Опять же, 2 миллиона рублей призовой фонд. Разыграет который номер 1 – Глориус Хантер. Номер 2 – Лигард. Номер 3 – Лозанна. Номер 4 – Голден Клинк. Номер 5 – Грейт Лайзинг. Номер 6 – Томми Либарс. И номер 7 – Кинг Бой. Ну что же, про Лигарда мы уже поговорили. Соответственно, получили от тренера необходимую информацию. Судя по его словам, Лигард великолепно готов к предстоящему событию. Ну и ждем от него индульгенцию. Во всяком случае, для той части аудитории, кто болеет за этого чемпиона. Что касательно Кинг Боя. Вот, опять же, здесь хотелось бы Евгению Капушеву адресовать этот вопрос. Как ты считаешь, Жень, все-таки Кинг Бой способен ли действительно обыгрывать сейчас Лигарда, например? Хотя, мы знаем из его предыдущих выступлений, он ему проигрывал. Но, опять же, Кубок Эльбруса на 2-400. Мы вспоминаем, как Кинг Бой ярко проскакал эту скачку. Ну и продемонстрировал свои лучшие качества. Ну, твое мнение. Сможет ли он составить очевидную, так скажем, зримую конкуренцию Лигарду тому же? Заранее этого сказать никогда нельзя. Мы уже тысячу раз на примере тех или иных скачек убеждались в том, что Кинг Бой – конь класснейший. Но именно что в свой день. Вот когда это его день, когда он в наилучшей форме, когда он спокоен, когда он не растрачивает энергию на бессмысленную борьбу с жокеем, не нервничает перед скачкой, не перегорает. Он способен на любой результат. Конечно же, в той скачке, о которой мы сейчас говорим, которую мы сейчас видим на экранах, говорить о противостоянии Лигарда, Кинг Боя вряд ли стоит. Там Лигарда фактически не было. Но в любом случае мы вспоминаем приз Фрагранта 23-го года. Он может его в принципе обыграть, если в этот день он так захочет, если он в этот день будет к этому готов. Главный противник Кинг Боя – это он самый его характер. Мы тогда очень хорошо с Юрием Краснокутским сформулировали этот тезис. Если он в порядке, дистанция не важна. А если он в беспорядке, то тем более. Да, но мы опять же вспоминаем Казбека, Хамизова и Айдамира Шегушева, которые говорят о том, что в нынешнем сезоне, это они неоднократно подчеркивали в своих интервью, Кинг Бой обрел то спокойствие, ту уверенность в себе, которая позволяет ему концентрироваться сейчас на результате. И вот хотелось бы последнее мнение, которое нам удалось узнать у Айдамира Шегушева, о Кинг Бое сейчас услышать, ну и перед скачкой. Ну и опять же составим текущее представление о возможности Кинг Боя под занавес сезона. На самом-то деле относиться он стал более по-взрослому уже, можно сказать, созревшая уже понимающая лошадь. И поэтому и проще сейчас с ним, и он как бы отдается. Ну вот главное вот новых моментов ему, новых движений не видеть. А так очень хорошо. Ничего не могу сказать. Ну седьмой, седьмой, не двенадцатый. И поэтому как бы нормально. Бывало и хуже моменты, но мало поголовья, седьмой бокс, середина дороги, дорожки. Поэтому нормально. Ну что же, Конь позрослел и успокоился. Отсюда в нынешнем сезоне мы видим его более стабильные результаты у Кинг Боя. Голден Клинк. Очень интересный представитель предстоящей скачки. Мы опять же вспоминаем его ярчайшую победу в призе Фрагранта. Тогда, когда Морзовик Капушев, да, ну фактически, я не знаю, взял на себя, поскольку мы со старта, да, поскольку мы знаем, что Голден Клинк не очень хорошо принимает. Но впоследствии, как мы видим и вспоминаем, разогнал Голден Клинк, и он очень и очень легко выиграл эту скачку, да, у очень сильных соперников. Впоследствии призе Кабардино-Балкарской республики по тому покрытию, соответственно, которое было в тот день в Нальчике, и по тем условиям, да, Голден Клинку не удалось продемонстрировать всех своих лучших качеств. Но вот свои предыдущие скачки на Павловском подроме он одержал победу. Ну и, Настя, как ты считаешь, вот как раз дистанция 2,400, которая ему не свойственна? Почему? Ну, потому что мы смотрим сейчас на его предыдущее выступление. Насколько я помню, 2,400 он скакал только лишь в трехлетнем возрасте, а потом впоследствии, то есть мили и две. Как ты считаешь, насколько его шансы, опять же, с учетом тех обстоятельств, которые мы сейчас озвучили, то, что он принимает не очень хорошо, но впоследствии разгоняется, насколько его хватит, так скажем, на 2,400? Ну так, возможно, 2,400 лучше в таком случае. Мы же по какой-то причине не видим жеребца в Кубке Майлеров, хотя такая скачка существует и пройдет в этот же день. Команда решила так, распорядилась лошадью так. Очень была своеобразная у него последняя скачка в Павловском. Провел ее в несвойственном для себя стиле, практически с места до места. И, правда, заканчивал он ее очень тихо. В 33 заканчивали лошади тот приз. Это была худшая резвость на последнем отрезке в Павловской в тот день. Поэтому что ждать от него сейчас в призе Жаккея-клуба, я задаюсь только вопросами. Естественно, я буду за него болеть, но как оно сложится? И Жаккея поедет, Табаишу Луайдбек, который только в этом сезоне начал на нем ездить. Да, не безуспешно. Он выиграл как раз в Павловской с ним скачку, был вторым и третьим в этом сезоне. Но посмотрим, как они пришлись друг к другу. Да, действительно, и в этом тоже интрига заключается предстоящего Кубка Жаккея-клуба. Ну, еще раз напоминаем, очень яркий, интересный состав участников. Не забываем здесь про Томми Лебарса, который всегда готов бросить вызов. Там жеребец классный, да? И, опять же, быть может и Грейт Лайтинг наберет свою форму былую. Ну, вот наша тройка выглядит так. Как оно будет, разумеется, покажет сама скачка. Уважаемые друзья, после небольшой паузы мы продолжим освещать предстоящие события, которые стоят на дорожке Картнодарского ипподрома. Не пропустите наш предстоящий анализ тех событий, свидетельствами, которыми мы будем в ближайшей субботу и воскресенье. Мы продолжаем наш обратный отчет. Напоминаю, он сегодня у нас выглядит следующим образом. Мы готовимся к предстоящим событиям, которые будут осуществлены на дорожке Картнодарского ипподрома. Ну, и, в частности, более внимательно мы оцениваем первый день осеннего кубка конозаводчиков. Ну, и в данном случае обращаемся к кубку Майлеров. Скачка, опять же, традиционно собирающая яркий, интересный состав участников. Ну, и давайте познакомимся, кто же будет оспаривать этот приз, который в этом году стоит полмиллиона рублей. Ну, что же, здесь сразу несколько лошадей бросаются в глаза. Ну, и, в частности, наверное, начнем мы со стоп-старта, который уже в старшем возрасте окончательно, как мне кажется, определился своими дистанционными возможностями, хотя, будучи трех лет, мы его видели, как раз потенциал на дистанцию 1600 метров. Ну, и, в частности, да, вспоминаем, что, ну, очень хорошо, четко, да, прошел по нынешнему скаковому сезону стоп-старта. Единственное его поражение было только River Magic, то есть скачка, которую мы вместе с вами наблюдаем. Ну, не единственное, он в апреле еще, когда сезон только начинался, был третьим в призе памяти Белозерова. Оно это просто как то, что не единственное. Это не умаляет заслуг стоп-старта. Ну, действительно, это великолепной кобыле. Противостоять крайне сложно было в этой скачке. Тем не менее, мы видим, не так далеко остался стоп-старт от нее. Считаешь ли ты его в этой скачке? Конечно. Это единственная лошадь, которая, так скажем, навязала River Magic хоть какую-то борьбу. Поэтому не считать его просто невозможно. Тем более, в Краснодаре он выступал неоднократно, успешно начал там свою карьеру с трех побед подряд. Ну, с тех пор, как бы он, к сожалению, не смог войти в круг победителей в Краснодаре. Возможно, это его звездный час. К большой радости будет дебютировать на краснодарской дорожке Music Story великолепный малер, которого мы просто уже мечтали увидеть в кубке малеров. Ну, и, наконец, его записали в эту скачку. И, скажем, да, спасибо владельцам, что они все-таки приняли решение записать этого великолепного жеребца. Но, к сожалению, не такое большое количество лошадей, которые представляет КФХ Ильино, мы увидим в этот день. В частности, мы уже говорили, что Тедди Хаса, к сожалению, не будет в супердерби. Опять мы не увидим Хобзу, но, в частности, увидим тогда хотя бы Music Story. Мы обратились к владельцам, и вот что нам они ответили относительно участия тех или иных лошадей этого видного тренаделения. Было принято решение завершить сезон, будет подготовка, готовятся лошади будут к следующему сезону. То есть уже все, они скаковой сезон этот уже завершили. Вроде бы сначала думали, чтобы проскакали, но потом все-таки, ближе подходя к оттеннему кубку конезаводчиков, решили, что уже все завершаем. Мы прекрасно понимаем, что все-таки дерби один раз в жизни лошади дается. Просто не хотим рисковать. Мы как бы осторожно относимся к состоянию лошади. И лишний раз вот наша стратегия, скажем, тренера, мы ее понимаем, почему он себя как бы так ведет. Это показатели у нас. Они с лошади рядом. Тот же Music Story возьмите. Лошадь как бы возрастная. Таких же лошадей, но как бы все равно нет, которые как бы так выступают. Ну, стараемся сохранить то, что у нас есть максимально. И поэтому, исходя из этого, уже как бы такую осторожную, взвешенную, как бы ведем политику своего в отношении выступления. Пока то, что тренер говорит, что ему пора на отдых, он мне пока про это не сказал. Как он скажет, мы, значит, уже будем решение какое-то принимать. Краснодарская дорожка, нам очень она нравится. Лучше пока я, честно говоря, не видел. Я все-таки надеюсь, наши лошади после Татарстана не по этой дорожке. Прямо они радуются, бегают. Мы, честно говоря, конники Татарстана, белые зайцы, заменим краснодарцам. Потому что они, как говорится, у них вот, потому что есть такая дорожка. Ну что же, мы получили теперь ответ, почему мы не увидим Тедди Хасса, того же Хобзу, но увидим Music Story. Ну и вот хотелось бы адресовать еще вопрос Евгению Капышеву. Жень, ну обычно мы видим Кубок Малеров более такой представительный, хотя здесь действительно класс лошадей у всех выявлен, но я имею в виду с точки зрения количества представительных. В этот раз мы всего лишь семь голов видим. На твой взгляд, почему это произошло? Ну и, соответственно, кого ты видишь в числе тех, кто сможет побороться за победу в этом призе по минимуму Music Story и Stop Start? Может ли Мун Маск тот же, да, вмешаться в борьбу? Ну если вы вспомните, коллеги, 2022 год, там в Кубке Малеров еще меньше лошадей было, шесть всего, когда Голден Клинк победил. В этом сезоне так сложилось, отчасти, наверное, повлиял тот факт, что призовой фонд скачки всего 500 тысяч рублей, что существенно меньше, чем в прошлые годы. Но Краснодарский и Падром на эту скачку просто спонсора не найти, найти не смог, поэтому они сами ее спонсируют, точно так же, как и Спри. Но состав все равно перворазрядный, поэтому даже если бы у этой скачки призовой фонд был на уровне прошлых лет, состав на самом деле абсолютно легитимный, чемпионский. Если у вас здесь есть Stop Start, если у вас здесь есть тот же самый Music Story, есть Western Point и так далее, состав-то на самом деле сильнейший, поэтому я никоим образом не принижаю качество этой компании относительно прошлых лет. Те лошади, которых мы и перечислили, но вот я считаю, что Stop Start, Music Story, Western Point – три основных претендента. Спасибо за этот ответ. Ну и давайте мы представим наших претендентов. Ну, вынужден здесь согласиться с Евгением Капшевым. Почему я Монмаска затронул? Потому что, ну, мне кажется, Монмаска сможет побороться с Western Point за третью позицию. Но Western Point очень четко, да, мы видим по нынешнему сезону, в тройку призеров заезжает всегда в своих скачках, и поэтому, как мне кажется, он сможет и в этот раз, собственно, продемонстрировать свой высокий класс и побороться за место во первой тройке. Далее большой приз. Давайте ознакомимся с составом участников этого приза. Ну и здесь он тоже немногочисленный, но очень интересен. Хохотун номер один, номер два – Данс Чарджер, номер три – Цунами Барс Кобыла, номер четыре – Ройл Бой и номер пять – Смеш Стар. Вот таким вот образом выглядит этот состав участников. Разумеется, дистанция 1600 метров. Ну и предлагаю начать с Хохотуна. Хохотун – сын «Оскар Перформанс», представляющий тренотеление Лилии Резниковой в Рублевске. Мы его увидели в предыдущий раз в двух скачках. Скачки две, соответственно, ограничительные, именные. И, в общем, наверное, пришло время продемонстрировать свой класс в более серьезной кампании, как ты считаешь? Ну, конечно, конец сезона. Нужно тренеру еще раз проверить лошадь, как раз дать ему сильную кампанию и посмотреть, на что вообще рассчитывать-то в следующем году. Он тянет это физически, ментально и так далее. В последней скачке, которую мы смотрим, он показал феноменальную резвость на 1400 минуты 27,3, уйдя в гигантский отрыв от соперников. Лучше него в этом году в Краснодаре ходили только Гуд Мелоди, Графиня и Грейт Бой. Причем все это лошади старше него, и все это были групповые скачки. То есть отмечаем мы то, что как минимум резвостной задел у этой лошади уже первогруппный. Для своего возраста так точно. Но здесь будет ряд очень серьезных соперников, допустим, Данс Чарджер и Ройл Бой. Их очередная очная встреча, и вмешается Хохотун в их борьбу или нет, будет интересно. Да, вот сейчас Анастасия озвучила одну из интриг в предстоящей скачке. Мы опять же вспоминаем розыгрышу приз первой короны, когда Ройл Бой вместе с Данс Чарджером поборолись за первое место. Ну вот и сейчас мы адресуем вопрос Евгении Капшеву. Женя, ожидаешь ли ты очередного противостояния между этими жеребчиками? Да, безусловно. Рематч за приз ЗАГСа брания. Тогда Данс Чарджер задержался в боксах, что вы сейчас и видите. И на финише Ройл Бой выступил всего три четверти корпуса. Ну и Ройл Бой тоже, вероятно, без борьбы, наверное, не так выкладывался. Поэтому остались вопросы. Вот мне кажется, та скачка, которую мы увидим, должна этот гештальт для обоих закрыть тем или иным образом. А Хохотун, конечно же, лошадь, пределов возможностей которой мы пока не понимаем. Поэтому очень интересная скачка. Лошадей их немного. Но это не потому, что их в принципе нет. Достаточно сказать, что в этот день будет, например, разыгран приз памяти Николая Аршинова, куда изначально записалось, если я не ошибаюсь, что-то порядка 22, по-моему, или 25 лошадей. Поэтому лошадей много, но, как мы видим практику последних лет, люди уже трезво расценивают свои возможности, свои шансы и пишутся в те компании, где у них, как они думают, есть реальная возможность побороться за победу. Но сам факт, что эти три лошади, это высший класс. Первое и второе место в Калининском, плюс конь, который на подходе. И каковы его возможности, никто не знает. Состав супер. И мне, откровенно говоря, достаточно сложно на данную секунду что-то прогнозировать. Эти трое на бумаге выглядят одинаково хорошо. Кстати, коллеги из конюшних братьев Краснокутских говорили о том, что сам Юрий Краснокутский мне говорил, они сами пока не понимают, кто у них лучше. Роял бой или тот же самый Нимбл бой. Лошади абсолютно разные, абсолютно разные. Но лошади высшие. И до последнего, кстати, они сомневались, кого отправлять в Дубай. Нимбл боя или Роял боя. В итоге выбор пал на Нимбл боя, но Роял бой это тоже лошадь высочайшего. Ну что же, у нас есть великолепная возможность сейчас узнать о текущей готовности Роял боя к предстоящей скачке. Ну, более-менее вроде что-то понял, что такое скачка. Но еще все равно не до конца еще есть куда расти и ментально, и физически. Резвость-то есть, а вот чуть-чуть ментально, и все-таки третья скачка только. Ту скачку шел он еще вообще не особо. Просто не на ком было ехать, и его записали. Более-менее резвость присутствовала у него, и на нем решили ехать. Врезвость добавилась, посерьезнее стал, посильнее стал. Прогресс есть, и хороший прогресс. Ну что же, это радует, действительно прогресс есть. Но мы, как понимаем, двухлетние лошади, разумеется, меняются от скачки к скачке. Но и нас в связи с этим ожидает очень интересная борьба, уже интригу Евгения озвучил. Я думаю, что и другие лошади тоже подключатся к этому яркому противостоянию, которое нас ожидает на дорожке Краснодарского ипподрома. Еще один приз мы успеваем вместе с вами, уважаемые друзья, обсудить, который состоится 19 октября. Это приз Гранд Критериум для лошадей двух лет и старше. На дистанцию, разумеется, тысячи метров, 500 тысяч рублей призовой фонд. Ну и давайте познакомимся с составом участников. Номер один – Ямал, номер два – Ювелир, номер три – Ривермэджик, номер четыре – Онлорд, номер пять – Аркрист, номер шесть – Апологет, номер семь – Серый и номер восемь – Долина. Ну что же, сложно себе придумать ярче состав участников. Ну и в частности, опять же, как мы понимаем, все внимание в том числе будет и на Аркриста. В общем, он фактически сейчас король этого дивизиона. Ну, тут двух мнений быть не может, а скорее сложно было представить участие в этой скачке Ривермэджик. Ну, про Ривермэджик мы еще сейчас поговорим. А вот что касательно Аркриста? Ну что, мы эту лошадь знаем вдоль и поперек. Все его проблемы, все его плюсы и минусы. Он нас очень убедил своей победой в критериуме в Нальчике. Вот эта последняя скачка. Он в очередной раз продемонстрировал характер. Реабилитировался после потерянной подковы в Краснодаре 17 августа. Эту лошадь ничего, похоже, сломить не может. Поэтому ему только здоровье. И если все с точки зрения здоровья у него хорошо, побороться с ним будет очень сложно. По крайней мере, тому составу, который есть в этом призе. Ну, разумеется, да. Аркрист, он на то и, так скажем, король дивизиона, что он является главным маркером и предстоящего события. Ну и, соответственно, противостояние против него. То есть, можно судить о лошади, так как она проскакала против Аркриста. Ну и давайте послушаем сейчас еще раз Айдамира Шегушева о текущем порядке Аркриста. Ну, ничего. Аркрист вроде в порядке. Работал хорошо. Резвые работы удовлетворительные. Ну, в принципе, как обычно. Нет, тренинг ничего не меняли. Абсолютно все, как должно быть, как все время его работали, какие, ну, что надо делать, делали. Просто сделали кое-какие манипуляции. Спасибо большое. В наличии хочется тоже передать, кто занимался с ним перед скачками, массажи делал, там, кое-какие моменты подправил ему. И результат налицо. Ну, что же, и мы уже затронули эту тему. River Magic, та, что выиграла Кубок Майлеров в день большого всероссийского приза дерби. Просто в ярчайшем стиле она это сделала. Ну, и сейчас мы ее увидим на дистанцию тысячи метров. Вот хотелось бы сейчас и с этим обратиться к Евгению Капушеву. Мы как раз, уважаемые друзья, видим, как Кубок Майлеров, да, прием происходит. И вот сейчас мы видим, как очень резво и успешно принимает River Magic. И, в общем, наверное, вот, да, и даже вот мы видим, что Мирбек Мамуров ее слегка сдерживает, да, для того, чтобы укорачивать пол, для того, чтобы ее хватило на всю дистанцию. Жень, как ты считаешь, есть ли у River Magic потенциал на гранд-критериум? Ну, безусловно, есть. Хватит ли этого потенциала, чтобы победить? Посмотрим. Обычно, когда лошадь так кардинально меняет дивизионы, это происходит по двум причинам, как правило. Либо от безысходности, либо потому, что это лошадь наивысшего класса. Ну, первое, в данной ситуации мы явно не рассматриваем. Понятно, что это лошадь высочайшего класса. Другое дело, что, как мы миллион раз говорили, спринт – это особый жанр. Резвая лошадь – это далеко не всегда спринтер. River Magic нам много раз показывала разные грани своего таланта. Мы об этом постоянно говорили еще трех лет. Вот она и резвая, она и принимает, она и броски делает, все что угодно. Но еще один тест, еще одна непокоренная вершина. И если она и это сделает, я тогда уже не знаю, что сказать. Мы видели, как она принимает. Принимает она как из катапульты. С резвостью у нее все нормально. Другой вопрос, что в данной кампании нужно побеждать сильнейших спринтеров. Я, кстати, считаю, что серва тоже ни в коем случае сбрасывать со счетов нельзя. Но если она и здесь победит, это универсальная лошадь наивысшего класса, какой я еще не видел, по крайней мере, в постсоветской истории российских скачек. Ну, мы вместе с вами сейчас, друзья, видим, как развивали события в призе Критериум, который стоялся на дорожке Нальческого ипподрома. И тогда, как мы помним, выиграл как раз Аркрист. А вот серый, к сожалению, да, ну, в общем, плохо принял, так сказать. Когда ворота открылись, он, соответственно, амплитуда у него переложилась на другую часть тела. И потом он уже спустя какое-то время все-таки принял. Но, тем не менее, впоследствии он сумел подъехать к лидерам. Ну, и, в общем, конь-то тоже незаурядный. И от него тоже, как ты считаешь, Настя, стоит ожидать конкурентной борьбы. Сможет ли он вмешаться, так скажем, в этот расклад, пока что умозрительным, между Аркристом и Ривермэджик? Ну, тут тоже двух мнений быть не может, да. Это один из претендентов на победу. Мы его уже называли лучшим спринтером Нальчикского ипподрома этого сезона. Даже, ну, наверное, мы ему как-то скинем третье место, да, со счетов. И продолжим его считать лучшим спринтером Нальчика в этом сезоне. Да, он подъехал третьим в критериуме. То, что он смог сделать бросок, это ему идет плюс в карму. Но делал он этот бросок не очень убедительно. Вот это бросается в глаза. В первую очередь этот бросок делался неубедительно еще потому, что лидеры не собирались останавливаться. То есть не было эффекта того, что лошадь сзади налетает, как товарный поезд. Нет, он потихонечку за сантиметром приближался. Так он ехал с лучшими из лучших. Понимаешь, если были бы какие-то лошади заурядные, тогда, может быть, он смог бы подъехать. А, соответственно, ему не просто было подъехать непосредственно к победителям первое-второе место Аркрист и Аксесс, по-моему, там было. Да, поэтому придется принимать получше. Да. Ну и, разумеется, конечно же, критериум. Любая ошибка здесь сравни проигрышу. Ну и долина. Еще одна интересная кобылка, представляющая Донской конный завод. Мы видим, что в нынешнем сезоне она беспроигрышная на коротких дистанциях. Но на дорожке Ростовского и, опять же, Краснодарского ипподрома выиграла большой спринтерский. Жень, ее потенциал тебе, я думаю, тоже известен. Что ты ждешь от долины в этой скачке? Трудно сказать. Те скачки, которые мы видели, и та скачка, которую мы видим сейчас, вряд ли на 100% информативна. С точки зрения победы над Аркристом. Мы понимаем, почему это произошло. Поэтому я бы не сказал, что ее возможности мне хорошо известны. Опять же, если вынести за скобки Аркриста, в этой скачке она, в общем, никого сильного по-настоящему не обыграла. Поэтому по состоянию на сегодняшний день я ей отвожу роль Джокера в этой компании. И пока что в первой тройке ее не вижу. Ну что ж, спасибо большое Евгению Капушеву, всем тем, кто включался в нашу сегодняшнюю программу. Ну как раз ту скачку, которую мы видели, когда Кобыл победил. Вот как раз здесь у Аркриста фактически на одном гвозде болталась подкова. Ну и слава богу, что все травмы тогда не закончилось. И после этого Аркрист уже, как мы помним, выиграл Нальчики. Ну что же, нас ожидает очень интересные дни. И вот наиболее яркий, интересный день, а именно который состоится 19 октября. Вашему вниманию, уважаемые друзья, не пропустите, собственно, наш обратный отчет в Супердерби. Включайте свои телевизоры в 10.40. И вы будете получать самую интересную, самую, так скажем, информативную часть тех событий, которые мы вместе с вами будем наблюдать. Если вы, конечно же, не сможете оказаться на трибунах ипподрома Краснодарского. Так что мы говорим вам до свидания до предстоящих скачек. Ну и, разумеется, еще раз напоминаем, в 10.40 мы вместе с вами будем от и до следить за всем событием, которое состоится в субботу на дорожке Краснодарского ипподрома. Так что нас ждет незабываемый день. Ну и мы, конечно же, будем рассчитывать на очень интересную и яркую борьбу. Анастасия Киреева, спасибо большое. Оставайся на нашем канале, друзья. Ну и следите за нашей программой. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин